МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель, потерявший над собой контроль, протаранил 9 автомобилей. Все, полностью машина не поднежит, наверное, даже. Весь кузов ушел. А также процесс раскаяния. Потерпешим, то есть такая возможность наладить отношения. Старт слушания дела об украденной иконе Святой Матроны и ювелирных изделий из храма князя Александра Невского. Это и не только. Прямо сейчас. Семидесятиоднолетняя женщина попала под колеса автобуса на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградская. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. Трагедия произошла прямо на пешеходном переходе. Автобус 29-го маршрута поворачивал с Ибрагимова на Волгоградскую по всем правилам, на зеленый свет и пропустив встречный поток. Но водитель при совершении маневра не заметил женщину, переходившую проезжую часть. Что было дальше, расскажет Айрат Назипов. Стоишь просто и не понимаешь, что дальше-то вообще. Понятно, что все уже. О произошедшем рассказал сын погибший. Мужчина узнал о трагедии спустя несколько минут после наезда и тут же примчался к месту происшествия. Я здесь рядом просто был, мне позвонили уже и говорят, что вас сбили мать. Ну я все бросил, естественно, прилетел сюда. Приезжаю, вот такая ситуация. Пытаюсь задать вопрос сотрудникам ДПС. Молчат. Я говорю, где водитель? Молчат. Мужчина рассказал, что женщина часто ходила в ближайшую церковь. Возможно, что в этот вечер она возвращалась именно оттуда. По предварительной версии, автобус 29 маршрута, следовавший по улице Ибрагимова, поворачивал налево в сторону Волгоградской. Водитель не смог избежать наезда на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Она скончалась еще до приезда медиков. Как установили автоинспекторы, женщина переходила дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. К слову, фонарь, освещающий зону пешеходного перехода, не работал. Впрочем, водитель автобуса, вероятнее всего, не удастся избежать ответственности. Степень его вины следователь установит после просмотра камер видеонаблюдения и видеорегистратора, установленного в кабине общественного транспорта. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Лада 14 модели въехала в отбойник на улице Саид-Галеева. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля двигался в сторону Кировской дамбы. Не доехав до светофора, автомобилист потерял контроль над своим автомобилем и столкнулся с ограждением. Касаний с другими машинами не было. Несмотря на полученные травмы, молодой человек отказался от госпитализации. Девять автомобилей протаранил сегодня водитель иномарки на парковке продуктового супермаркета в набережных Челнах. Очевидцев неадекватной езды «Хонды» было много. Время близилось к вечернему часу пик. Сила столкновения была такова, что не все владельцы пострадавших автомобилей считают целесообразным восстанавливать свои транспортные средства. Елена Веселова о предположительных причинах масштабной аварии. Припарковались, пошли в магазин. Минут 20-30 были, вышли и увидели. Ничего хорошего. Машин на парковке продуктового магазина в момент аварии было немало. Увиденное после шопинга для автовладельцев стало очень неприятным сюрпризом. Все, полностью машина не подлежит. Весь кузов ушел. Двери, капот. Эвакуаты нам будут сейчас вызывать, наверное. Подъехал на парковку в магазин у дочери день рождения, купить продукты. Вот, только машину заглушил, и вот, пожалуйста, удар. Сзади ребенок находился в этом месте. Хорошо, что пристегнутый. В момент удара в машине Андрея Горбачева находились двое детей. Одной из них, дочери водителя, сегодня исполнилось пять лет. Врачи скорой помощи после осмотра детей приняли решение об их госпитализации. По словам очевидцев, водитель Хонды не очень удачно маневрировал на дороге, а потом, протаранив забор, вылетел на автомобильную парковку, снося все на своем пути. Очевидцы предположили, что водитель находится либо в алкогольном, либо наркотическом опьянении. Че, выходит? Однако, предварительная экспертиза не выявила в крови задержанного водителя следов ни того, ни другого. По его же словам, ему стало плохо, и он прямо за рулем потерял сознание. Случившегося мужчина не помнит. На слово верить автоинспекторы ему не стали и направили на дополнительную экспертизу. Елена Веселова, Вызов 112. Трехлетняя малышка и ее 28-летний отец погибли в Бугульме. Предположительно, они отравились угарным газом. Все произошло в квартире одного из домов по улице Гафиатулина. Также пострадала и 29-летняя мать девочки. По предварительным данным, тела обнаружила свекровь. Женщина пришла в квартиру, чтобы забрать девочку на выходные. В этот момент все трое лежали на кровати. При этом мужчина и девочка не подавали признаков жизни. Однако, женщине удалось откачать свою сноху, после чего она вызвала на место сотрудников скорой помощи. Задушил собственную мать. В Заинске задержан 44-летний мужчина по подозрению в страшном преступлении. Следователи установили, что 63-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе со своим сыном Валерием Утигановым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина начал бить пенсионерку сначала руками, затем ногами. А после и вовсе схватился за электрический провод и начал душить ее. Высший из соседней комнаты на шум борьбы сожительница отобрала у него провод, однако он задушил женщину жгутом. Притом пообещал задушить ее сожительницу. Уртать чего-то убежала. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации и Республики Торстана в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством возбуждения в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Покусился на святое. Сегодня в Советском районном суде начали рассматривать дело о краже иконы Святой Матроны и ювелирных изделий из храма князя Александра Невского. По версии следствия, все произошло ночью 20 сентября этого года. 29-летний молодой человек, житель Мордовии, проник в храм через окно и забрал все, что приглянулось. Впрочем, саму икону нашли быстро, она лежала у храма. Злоумышленника больше интересовали золотые изделия, находившиеся в ней. Причиненный ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Парня задержали спустя два дня после совершения преступления в Ешкар-Але. Рамиль Шайдулин продолжит. На скамье подсудимых 29-летний житель Мордовии. Он просил у суда не продлевать ему меру пресечения, видя заключение под стражу и отпустить на волю под подписку о невыезде. Хотел покаяться в своих грехах за совершенное и попросить прощения у настоятеля храма. Установлено, что в сентябре 2018 года он незаконно проник на территорию храма святого князя Александра Невского по адресу академика Сахарова. И тайно похитил икону святой Матроны Московской и золотые изделия, находящиеся при ней. Собственно, икона молодого человека не интересовала. Глаз он положил только на золотые изделия, лежавшие в ней и на пожертвования прихожан. Поэтому священное изображение святой Матроны он выбросил на территории храма сразу же, когда стал то, что имел для него ценность. Сел в такси и уехал в Ешкар-Алу. Часть похищенного продал. Остальную часть полицейские изъяли у него во время задержания 22 сентября. Свою вину подсудимый признал полностью, возместил ущерб, вернув украденное храму и просил рассмотреть дело в особом порядке. Но сегодня сделать это в суде не получилось, потому как сторона потерпевших на судебное заседание не явилась. Постановил. Прогреться в содержании по страже в отношении Руссена Павла Викторовича 1989 года рождения на 2 месяца, то есть до 26 декабря 2017 года. Следующее заседание назначено на 3 декабря. И уже тогда, если потерпевшие согласятся провести судебное разбирательство в особом порядке, подсудимому, вероятнее всего, вынесут вердикт. Рамиль Шайдулина, Физа Минязова, Ильна Архатыпов. Вызов 112. Горит двухквартирный дом на улице Вересаева, и в нем могут находиться люди. С таким сообщением жители соседнего дома обратились по единому номеру вызова экстренных служб 112. Примерно в половину третьего утра пожарные прибыли на место происшествия. К тому моменту из дверных проемов и окон одной из квартир шел густой дым, входная дверь была закрыта. За считанные минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 4 квадратных метров. В ходе разбора развалин было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Пострадавшую передали в руки медиков, но последним оставалось лишь констатировать ее смерть. По словам соседей, она часто употребляла спиртные напитки и вела не совсем правильный образ жизни. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Человеческий череп и фрагмент руки обнаружила жительница Казани, которая гуляла вечером по городу со своей собакой. Все произошло недалеко от улицы Большая Крыловка. Женщина на место обнаружения жуткой находки вызвала полицейских. Последние осмотрели прилегающую территорию и в близлежащем овраге нашли еще фрагменты человеческих костей и одежды. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Прескопа в Тарстан проводится доследственная проверка. Останки направлены на экспертизу, которая позволит оснать данность смерти, а также возможную причину гибли человека. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.